Работать с животными я хотела очень давно, примерно где-то с 18 лет. Животных люблю очень сильно, всех любых, и собачек, и кошек. Самой у меня в данный момент три большие собаки и пять кошечек. К сожалению, только сейчас, к своим 44 годам, я решила полностью определиться и сменить род своей деятельности. В данный момент я работаю в банке, работаю пиарщицей, а не финансист я. И вот сейчас хочу в результате полностью оставить свою деятельность в прошлом, свою сферу, и поменять ее чисто на сферу работы с животными. Грумингом я стать хотела не так давно. То есть я об этой профессии, собственно говоря, узнала не так давно. Хотя очень-очень-очень давно, в начале своей молодости, я работала парикмахером, стилистом, визажистом. Работала на телевидении 14 лет и в том числе готовила наших ведущих к работе с камерой. Поэтому умение держать, наверное, ножницы и какие-то азы у меня остались. Ну, талант не пропьешь, он где-то там остался. Но здесь, в школе, я впервые в жизни взяла ножницы и начала стричь животных. Ну, страха как такового не испытывала. Интерес, безумный интерес. Вовлеченность в работу такая, что я просто не замечаю, как я вожусь с этим животным в течение 4 часов. То есть для меня проходит это время буквально как час. Поднимаешь голову, ничего себе, уже 3 часа прошло, а ты просто не замечаешь ни усталости, ни вот ничего. Вот настолько в этот процесс вовлечен. То есть получается, что в данный момент эта работа становится для меня как хобби. Это увлеченное, любимое дело, с которым я отдаюсь, вот прямо без остатка. Мне очень нравится то, что получилось. Ну, и сравнивать, кого привели и какой он стал. Несмотря на то, что животные все разные, с каждым своим характером, со своим темпераментом. Кто-то спокойный, кто-то вредный, кто-то капризный, кто-то избалованный. Но, тем не менее, вот нахождение индивидуальности каждому животному, ну, это тоже здорово. Школу Баншири я нашла в интернете. То есть как только я поняла, что хочу стать грумером, у нас в нашей стране и в нашем городе это не очень востребованная профессия. Грумеров очень мало. Салонов буквально всего лишь 3-4 на весь город. В основном это в частном порядке как-то работает. То, вот узнав об этой профессии, в принципе, я стала просматривать сайты. К сожалению, в нашем городе я не нашла ни школы, ни частного человека, который бы смог уделить мне достаточно времени и обучить этой нелегкой, но творческой, интересной профессии. Поэтому я пошла дальше. Стала мониторить вообще пространство интернета в России. Я пересмотрела разные города, в том числе и Питер, и Украину, кстати говоря, я затронула. Но вот остановилась на Москве. И в отличие от остальных сайтов, меня прельстило здесь то, что проживание предоставляется. Это немаловажный вопрос и действительно облегчает очень сильно свое существование здесь, как ученицы. Во-вторых, интересные и хорошие отзывы от учеников, которые уже закончили эту школу, несомненно. Часы, которые дается здесь в школе, практика, которая дается здесь в школе. Неплохие мастера, которые преподают, то есть полностью просмотрев всю информацию, просмотрев весь сайт вот этой школы Академии Беншери, я остановила свой выбор именно здесь. Что еще вам рассказать? Планы мои грандиозные. Грандиозный план. Хочу оставить свою работу банковскую, причем вот жду, не дождусь, когда я это сделаю. Набраться опыта немножечко в качестве грумера в частном порядке. И в последующем, годика через 2-3, как пойдет уже, открыть свой салон, а в последующем, возможно, и школу, потому что у нас ее нет. Почему бы не сделать это мне впервые? Ну вот, сегодняшняя работа мне очень понравилась, хочется сказать, отдельно. Пудель, наверное, я влюблена уже в эту породу и в эту стрижку. Нелегко абсолютно, небанально совершенно, сложно, кропотливо, ювелирная работа, но то, что получается в результате, вот оно стоит того. Очень понравилась стричь Пудель, вот прям такая красивая работа, шикарная собачка. Хотя собачка капризная попалась, страшно капризная, не стояла на месте. Но, с другой стороны, чем сложнее, мне кажется, тем интереснее. Есть над чем работать, есть куда стремиться. В общем, всем рекомендую. Девочки, все мальчики, всем рекомендую. Тот, кто хочет поменять свою профессию, то это, наверное, ну вот одна из таких здоровских, интересных, творческих, креативных. Именно здесь ты можешь показать свою всю любовь к животным, быть с ними рядом, быть с ними ближе, творить чудеса. Кроме того, здесь волонтерской работы очень много. Если вы действительно любите животных, это же большая волонтерская работа с бездомышами в ваших городах, потому что они тоже требуют и вот каких-то вот таких вот вещей, переворотов. Представьте, если бездомыша подстричь, привести в порядок, сфотографировать хорошим фотоаппаратом, сделать такие художественные снимки, то у них будет больше шансов найти себе хозяев. Ну, вот как-то так. Меня зовут Елена, город Алматы, Казахстан.